приветствую всех на своем канале make network меня зовут татьяна сергейенко и в этом видео мы начнем с вами вязать платья это платье я уже показывала в готовых работах видео вышло буквально неделю назад а сегодня мы с вами приступим к вязанию в первой части я разделю наверное на две части сделаю два мастер-класса в первой части я вам сейчас расскажу как из чего я вязала покажу свои записи которые я делала и покажу узоры которые используются на этом платье здесь хочу сказать сразу она все в кадр не влазит вот здесь у нас три узора мы начинаем с платочной вязки затем у нас узор из спущенных петель и узор путанка или рис его еще одинарный рис называют вот всего лишь три узора и эти три узора мы чередуем уже в любой последовательности я хотела связать приближенно до оригинала что я по фотографии высмотрела то я так и связала вязала по фотографии описания у меня не было автор модели джулиас файн книц ссылочку я оставлю на автора в описании под видео можете перейти и посмотреть какие чудесные модели вяжет эта девушка ну а сейчас давайте поговорим про мое платье вот я его назвала фламинго назвала почему так да очень легко назвала просто по названию пряжи вязала я свое платье из пряжи валенсия фламинго отсюда и идет название по составу это 40 процентов полированная шерсть 5 процентов вискоза 55 процентов акрил метраж в 100 граммах 375 метров пряжу мне предоставил интернет-магазин кудесница активную ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании под видео на сайте вы найдете не только фламинго пряжу но и много других артикуля в пряжи валенсия а сейчас давайте поговорим про платье мое платье связано на размер 42 44 вяжется очень легко вязала я по кругу начинала вот вязание снизу и пошла пошла ровным полотном вверх никаких убавок ничего я не делала если посмотреть вот так на платье да мы можем заметить там где у нас идут спущенные петли вот у нас внизу и два промежутка здесь спущенные петли они немного шире узор рис он стягивает немного изделия и платочная вязка да вот она у нас между нашими спущенными петлями она также расширяет полотно если вы хотите платье свободное как вязала автор этой модели тогда вяжите образец из риса чтобы у вас в образце обязательно был этот узор если вы хотите платочка чтобы она у вас села по фигуре как это вышло у меня можете вязать или платочной вязкой образец или рис но в любом случае девчонки вам нужно учитывать что узор рис немного стягивает полотно вот я вязала вязала чередовала узоры до самого верха здесь у нас пройма я разделила вязание на две части вперед и спинку и затем уже поворотными рядами закрывала верх изделия если развернуть на спинку вот у нас по спинке здесь у нас и шли поворотные ряды здесь у нас все ровненько а здесь идет имитированный шов это там где мы соединяли круговой ряд вот видите как у нас идет шов по нашему платьичку этот шов сильно незаметен если вы будете вязать по кругу можете насчет этого шва не переживать но можно как вариант связать и поворотными рядами сегодня в первой части я вам покажу как вязать эти узоры в круговом вязании но если вам будет непонятно то во второй части когда мы будем вязать с вами именно верх изделия от проймы и до плеч там я буду показывать как вязать эти узоры поворотными рядами поэтому дождитесь вторую часть я думаю сегодня выйдет первая часть а завтра послезавтра сразу же выйдет и вторая часть вот такое платье у меня получилось на размер 42 44 у меня ушло 300 грамм пряжи валенсия фламинго пряжа в работе мне понравилось она мягкая она не колючая она приятная к телу она имеет небольшую ворсистость если вы хотите летний вариант то вяжите тогда из хлопка полухлопка льна бамбука вискозы здесь составе у нас есть немного вискозы я вязала на прохладное лето до вечерком выйти длина у меня если мерять вот изделие как смотрится платья на мне вы видели фотографии в начале ролика и также я показывала платье чко на себе в готовых изделиях у видео с готовыми изделиями давайте сейчас вот померяем длину моего платья 88 сантиметров я в нерастянутом виде вот как она есть да вот так положила от горловины и вот так и измеряю давайте вот так где-то восемьдесят восемь восемьдесят девять сантиметров длина моего платья платье хорошо растягивается как в ширину так и в длину после того как я его постирала я его немного отпаривала я отпарила именно узор со спущенными петлями чтобы у нас здесь все протяжки наши были ровные и я отпаривала узор рис чтобы он немного растянулся я хотела немного дать ширь чтобы ну приблизительно до одинаковой ширины был у меня узор со спущенных петель и узор рис вот такое платье да еще что хочу сказать по поводу узоров да я вот вам вначале мы сейчас с вами свяжем вот это начало вот этот кусочек до спущенных петель затем спущенные петли мы будем вязать точно так же как и в начале вот когда вот я первая часть на вот этом кусочки у нас закончится дальше вы будете вязать самостоятельно я сейчас вам покажу поочередно свою но единственное хочу сказать когда я записывала когда я вязала вы увидите это во второй части я уже здесь все исправила у меня вот здесь идет платочная вязка а здесь у меня был ряд из спущенных накидов я их затем убрала я посчитала что этот ряд мне не нужен он как бы ну сильно открыто можно так сказать получилось и я решила его убрать ну вы же видите да этот узор у нас просвечивается все остальные узоры не светятся поэтому в этом месте мне этот узорчик эта дорожка была лишняя как я убирала я покажу во второй части но здесь ничего сложного не будет поэтому если вы не хотите вот этой ажурной дорожки вот эти спущенные петли здесь сделать то тогда провяжите просто платочной вязкой добавьте до узора да у нас здесь будет два ряда 4 6 рядов добавьте еще до этой платочной вязки еще два ряда узорчика им все а если вы свяжете спущенные накиды а затем захотите их убрать точно так же как и я я покажу как убирать во второй части ну вот такое платье сейчас давайте я вам покажу вот свою схему я связала образец посчитала сколько мне нужно петель у меня получилось 180 петель для вязания я брала спицы три с половиной миллиметра и вот уже я расписала как я вязала свой узор первый узор это платочная вязка мы вяжем 7 рядов изнаночный ряд лицевой вот буква и это изнаночный буква л это лицевой ряд и если мы начинаем с изнаночного и у нас нечетное количество рядов значит мы заканчиваем изнаночным рядом это у нас вот первый наш узор второй узор у нас будет спущенные накиды спущенные накиды узор в высоту 2 ряда вот первый ряд мы провязываем лицевые петли с трема витками а второй ряд мы провязываем изнаночные петли и витки распускаем как это делать я дальше покажу вот третий узор это платочная вязка 4 ряда начинаем с лицевых петель лицевой ряд вот ряд лицевыми ряд изнаночными ряд лицевыми ряд изнаночными если мы вяжем в поворотных рядах мы вяжем все ряды лицевые и лицевые и изнаночные а если мы вяжем по кругу то мы тогда чередуем ряд лицевыми петлями ряд изнаночными вот нам нужно платочной вязкой провязать 4 ряда дальше мы повторяем у нас опять спущенные накиды вот если посмотреть на платья мы связали первое это платочная вязка вот у нас наши семь рядов дальше спущенные накиды первые ажурные петельки вот первый ажурный узор дальше платочная вязка спущенные накиды повторяем обратно платочная вязка спущенные накиды здесь у нас по 4 ряда вот между спущенными накидами 4 ряда платочной вязки вот мы провязали последний третий ряд спущенных накидов и дальше у нас идет платочная вязка провязала платочную вязку и И дальше начинаю вязать узор рис. Узор рис я здесь провязала 12 рядов. Затем я сделала 3 ряда платочной вязки. Лицевой, изнаночный, лицевой. И дальше я продолжила вязать узор рис. Вот здесь у меня уже провязано 16 рядов. У видео я немного исправила. Я сказала, что первый узор рис провязала 16 рядов. Но на самом деле здесь 12. Вот сейчас я вам говорю правильно. Здесь 12 рядов, а здесь у нас 16. Между узором рис у нас 3 ряда платочной вязки. А дальше я пошла повторять уже наши узоры. Вот провязала узор рис. 2 ряда. Это лицевой и изнаночный ряд. Ну, платочную вязку. И вот спущенные накиды. Спущенные накиды, лицевой и изнаночный ряд. Здесь я писала лицевой и изнаночный ряд. Ну, платочная вязка. Я не писала, что здесь 2 ряда. Просто лицевой и изнаночный ряд. Но это у нас платочная вязка получается. Спущенные накиды, лицевой и изнаночный ряд. спущенные накиды и дальше лицевой изнаночный ряд вот видите как у нас спущенные накиды два ряда платочки спущенные накиды платочная вязка накиды платочная накиды платочная дальше обратно уже пошел узор рис я вам сейчас вот так подержу схему как я вязала а расскажу все подробнее уже в следующей части здесь мы вот довязали до планки у нас 47 узоров а как вязать планку вот я уже расписала это я буду повторять в мастер-классе как вязать поворотными рядами вот на этом наверное давайте приступать к вязанию у меня по расчету вышло 180 петель вот на спице три с половиной я набрала 180 петель и приступила к вязанию давайте сейчас начинать вязать наше платье для своего платья я набрала 180 петель и плюс 1 петля для соединения в круг у меня сейчас 181 петля сейчас мы будем замыкать наше вязание в круг смотрим чтобы наши петельки все смотрели внутрь чтобы были не перекрученные и начинаем соединять наше вязание у нас рабочая нить идет от правой спицы нам нужно петельку с левой спицы переснять на правую спицу вот мы просто я снимаем затем первую петельку с правой спицы перебрасываем через эту петлю и получившуюся петлю возвращаем на левую спицу мы сейчас соединили наше вязание в круг хвостики подтягиваем и у нас на спицах осталось ровно 180 петель а сейчас приступаем к вязанию начинать вязать будем платочной вязкой и начнем вязать ее с изнаночного ряда будем чередовать ряд изнаночными петлями ряд лицевыми я петельки набрала на одну спицу первый ряд мне будет вязаться немного тяжело но ничего зато низ платья будет не растянут провязываем все петли изнаночными хвостик с наборного ряда это будет начало нашего кругового ряда платочной вязкой нам нужно будет провязать 7 рядов мы начинаем с изнаночного ряда и закончим вязать изнаночный ряд получается 1 3 5 и 7 ряд у нас будут изнаночные петли а 2 4 и 6 лицевые и так изнаночными петлями довязываем до конца первого ряда провязав первый круговой ряд начинаем вязать второй ряд второй ряд будем вязать лицевыми петлями смотрим как у нас лежит петелька у нас она лежит так чтобы мы ее провязывали лицевой за заднюю стенку вяжем лицевые за заднюю стенку чтобы у нас петли были не скрещены мы смотрите если я провяжу лицевую за переднюю стенку у меня получается скрещенная петелька вот сравните две петельки предыдущую и последнюю а если я буду вязать лицевую за заднюю стенку у нас петелька получается ровная и так лицевыми петлями вяжем до конца второго кругового ряда довязав второй ряд лицевыми петлями давайте промаркируем ряд чтобы нам было удобно чтобы мы знали где у нас начало ряда и начинаем вязать третий ряд третий ряд это будут изнаночные петли смотрите если по кругу мы вяжем лицевые петельки у нас тогда следующем ряду петля лежит так чтобы провязывать за переднюю стенку изнаночные петли вяжем за переднюю стенку и так изнаночными петлями вяжем до конца третьего ряда довязав третий ряд начинаем вязать четвертый ряд ряд это будут лицевые петли и так будем чередовать ряд изнаночными ряд лицевыми петлями смотрите изнаночные мы провязываем за переднюю стенку а лицевые мы будем провязывать за заднюю стенку и так платочной вязкой вяжем высоту 7 рядов чередуем ряд изнаночными ряд лицевыми петлями провязав 7 рядов платочной вязкой дальше начинаем вязать узор из вытянутых петель нам нужно будет провязывать лицевую с 3 накидами вводим спицу внутрь петли и делаем 3 накида 1 2 3 получается 3 витка мы три раза обкрутили нить вокруг спицы вытягиваем наши витки и снимаем провязанную петлю так мы будем вязать все петельки вяжем как будто лицевую сверху я подхватываю рабочую нить и считаю витки 1 виток 2 3 вытягиваем петельку и повторяем 1 2 3 вытягиваем 1 2 3 делаем 3 витка и петельку вытягиваем 1 2 3 1 2 3 можно делать больше витков можно делать меньше от этого будет зависеть высота ваших вытянутых петель и так будем вязать до конца ряда сейчас мы начали вязать узор из вытянутых петель вяжем как будто лицевую делаем 3 витка 1 2 3 и провязываем петельку и повторяем 1 2 3 вытягиваем петлю 1 2 3 провязываем и так вяжем до конца кругового ряда это первый ряд узора с вытянутыми петлями довязываем ряд до маркера провязав круговой ряд петельки с 3 накидами дальше будем вязать изнаночными петлями и распускать эти накиды смотрите вот у нас петелька с 3 витками провязываем за переднюю стенку изнаночную петлю а все остальные витки распускаем и так будем вязать до конца ряда вяжем за первый виток изнаночную петлю остальные распускаем и у нас получаются вытянутые петли вот снимаем петельки изнаночная витки распускаем изнаночная петля все остальные витки распускаем смотрите у нас было три витка это высота наших спущенных петель и повторяем изнаночная петля витки распускаем изнаночная все остальные витки распускаем и так вяжем до конца кругового ряда вот что у вас должно получиться довязываем круговой ряд узора со спущенными петлями довязываем ряд изнаночными петлями и распускаем оставшиеся витки один виток провязываем а два витка спускаем перебрасывая маркер на правую спицу и мы довязали ряд со спущенными петлями вот смотрите узор у нас уже связан дальше будем вязать опять платочной вязкой нам нужно провязать 4 ряда платочной вязкой будем начинать с лицевого ряда так как мы только что вязали изнаночные петли значит платочную вязку начнем с лицевых петель провязываем все лицевые петли лицевые петли вяжем за заднюю стенку получается нам нужно провязать 4 ряда платочной вязки первый ряд это лицевые петли второй ряд это изнаночные петли третий ряд это лицевые петли и четвертый ряд это изнаночные петли получается начнем вязать с лицевых петель а закончим изнаночным рядом и так платочной вязкой вяжем 4 ряда чередуем ряд лицевыми петлями ряд изнаночными начинаю вязать с лицевых петель 1 и 3 ряд лицевые петли 2 4 изнаночные петли самостоятельно вяжем платочную вязку 4 ряда высоту провязав 4 ряда платочной вязки дальше будем вязать петельки со спущенными накидами нам нужно сейчас повторить смотрите что мы будем вязать мы вяжем сейчас провязываем петли и делаем 3 витка в следующем ряду мы провязываем изнаночные петли и витки распускаем затем 4 ряда платочной вязки вот эта схема два узора мы вяжем спущенные накиды и платочная вязка эти ряды мы сейчас будем повторять еще два раза нам нужно чтобы у нас было три схемы первую схему мы уже провязали еще так повторим два раза сейчас нам нужно вязать петли с витками вяжем лицевую делаем 3 витка вытягиваем петельку лицевая с 3 витками провязываем лицевая 3 витка вытягиваем 1 2 3 витка провязываем и так будем вязать до конца ряда довязав ряд стрема витка мы в следующем ряду вяжем изнаночные петли а остальные выточки распускаем довязав ряд изнаночными петлями распустив все ветки вяжем 4 ряда платочной вязкой затем повторяем сначала петельки с витками в литки распускаем 4 ряда платочной вязки и так вяжем пока у нас не будет три схемы вытянутых петель между этими схемами у нас должно быть четыре ряда платочной вязки продолжаем вязать самостоятельно чередуем узор платочной вязки и узор со спущенными накидами провязав три схемы спущенных петель и провязав три схемы четыре ряда вот платочной вязки вот у нас первый второй и третий раппорт дальше мы будем вязать узор путанка или как его еще называют узор рис мы будем чередовать перебрасываем маркер мы будем чередовать лицевую изнаночную петлю вяжем 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная смотрим на первый ряд у нас петельки все лежат одинаково лицевые изнаночные мы вяжем за задние стенки и так чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так чередуя лицевую и изнаночную петлю вяжем до конца кругового ряда до маркера сейчас мы вяжем узор рис довязываем первый круговой ряд довязав первый ряд перебрасываем маркер на правую спицу и начинаем вязать 2 ряд во втором ряду мы будем смещать узор на одну петельку над лицевой петлей нам нужно провязать изнаночную а над изнаночной петлей вяжи лицевую затем повторяем над лицевой петлей вяжем изнаночную над изнаночной вяжем лицевую над лицевой вяжем изнаночную изнаночную провязываем за переднюю стенку а лицевую вяжем за заднюю стенку и у нас получается смотрите над лицевой изнаночная над изнаночной лицевая и так будем вязать все последующие ряды если у нас лицевая петля на левой спице мы вяжем над ней изнаночную если изнаночная петля мы вяжем над ней лицевую и так довязываем до конца второго кругового ряда третий ряд будем вязать точно так же над лицевой петлей вяжем изнаночную над изнаночной вяжем лицевую и так узором рис нам нужно провязать высоту 4 5 сантиметров дальше вяжем самостоятельно над лицевой петлей вяжем изнаночную над изнаночной вяжем лицевую и так вяжем все последующие ряды провязав узором рис до нужной нам высоты дальше будем вязать 3 ряда узора платочной вязки я провязала узором рис 16 рядов сейчас начинаю вязать платочную вязку с лицевого ряда 1 и 3 ряд будут у нас лицевые петли а второй ряд изнаночный приступаем к вязанию первый ряд смотрите как у нас лежат петельки вяжем если изнаночная петля за заднюю стенку лицевую если лицевая петля вяжем лицевую за переднюю стенку и так будем вязать до конца ряда все петли в первом ряду у нас лицевые второй ряд это изнаночные петли и третий ряд это лицевые петли сейчас самостоятельно вяжем 3 ряда платочной вязки провязав 3 ряда платочной вязкой дальше будем вязать обратно узором рис провяжем точно также 16 рядов и начинаем мы с лицевой петли провязываем первый ряд все петельки за переднюю стенку 1 лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная начиная со второго ряда над лицевой петли вяжем изнаночную над изнаночной вяжем лицевую и так нам нужно будет провязать узором рис 16 рядов в высоту чередуем 1 лицевая 1 изнаночная последующие ряды сдвигаем рисунок на одну петельку и так узором рис вяжем 16 рядов высоту я провязала 16 рядов узором рис дальше я провяжу ряд лицевыми петлями ряд изнаночными петлями и начну вязать узор со спущенными накидами также как и здесь буду чередовать его с платочной вязкой только сделаю наверное 4 схемы провяжу вверх принципе я вам все узоры уже показала давайте вот посмотрим как смотрится сейчас наше платье у нас платочная вязка спущенные накиды платочная вязка спущенные накиды вот чередуются узоры затем идет узор рис платочная вязка опять рис и дальше у нас будет платочная вязка и спущенные петли я периодически буду вам показывать и рассказывать что я провязала в принципе все узоры все три узора я вам показала как вязать теперь в любом порядке можно их совмещать и так чередуя эти три узора вяжем аж до проймы